Привет, вы у вас, и начнем мы, пожалуйста, с того, что, скажем, у вас есть страх. Вот вы пишете, что до 35 лет, значит, вы избегали от мужчин. Почему избегали? Что заставляло вас избегать? И так далее. Далее, тот мужчина, которого вы встретили, он был для вас чем-то вроде спасительного круга, может быть, последнего шанса. Именно так вы его воспринимали. И вы и так, невероятно, всего не пережили смерть своей мамы до конца. То есть, вы так в плане вспоминаете, вы в ней нуждаете. Соответственно, может быть, в людях, в мужчинах вы ищете того же. Но, вообще говоря, чтобы перенастроить, нужно понять. Первое. Причину вашего страха. Почему избегали? Второе. Отпустить ситуацию с мамой. Третья. Понимаете, что мужчина, который вас, по сути, обокрал, он воздействовал не посредственно с вами, а с собой. То есть, у него такая стратегия, у него такая стратегия, что он женщин обворовывает. И вы просто еще одна. Рано или просто, человек сорвется на такую женщину, которая не даст с собой так поступить, тогда ему будет плохо. Ну и, совершенно лишне говорить, что, собственно говоря, он никогда не будет счастлив, потому что такой человек эгоист, насыклен только на себе. И, кроме того, актер, это значит, что человек в творческой профессии. В общем, очень сильно тяжело ему будет в жизни. Очень тяжело. Что касается старости, то у вас есть следующий момент. Раз вы без мужей детей, то вы, в общем, старок. Но, то есть, у вас нет мужей детей, означает, что вы выдержаетесь из общества. И вот, вероятно, ощущение, что вы старая, это именно ощущение несоответствия себя, обществу, социуму. В этом ключе также нужно работать. А мы сказали, у вас есть своя жизнь, у вас есть свои цели. И муж, и дети, это, к сожалению, не такие цели, которые поставил и выполнил, достиг, добился. Муж и дети, это следствие успешных ваших отношений. Они просто критерии или характеристика общественно успешного человека, социально значимого человека. И, во-первых, вам нужно понимать, что поколения меняются всегда, что и в 10 лет уже есть новое поколение, тогда будет мальчик в 10 лет, родился, его в этот момент родился другой человек, и ему пока там несколько дней всего, это уже новое поколение. И когда мальчику будет 20, новому человеку будет 10, они тоже будут уже разные поколения людей. То есть необходимо не засыкливаться, не сравнивать себя с кем бы то ни было. Нужно определять ваши собственные интересы, цели, задачи и последовательно их выполнять. В процессе деятельности, которые вам интересны, вы будете сталкиваться с другими людьми, и уже эти люди могут стать вам партнерами, друзьями, а кто-то из них и будет вашим мужем. До тех пор, пока вы ориентируетесь на других людей, вы и будете стремиться быть лучше их, то есть на что-то равне, но не будете развиваться самостоятельно, и вероятно, это будет мешать вам сразу-таки добиться успеха в отношениях. Наконец, последнее, что я уже сказали, в дополнение того, что вам нужно понять, почему вы сбегали от мужчин. Это то, а что же вы, собственно, от них хотите получить. Что вам нужно от мужчин, и для чего. Почему вы нуждаетесь в том, в том, в том, в том, в том, в том, в том. И что вы можете мужчине дать. Ваши потребности в мужчине нуждаются в анализе, потому что какие-то потребности можно и нужно удовлетворить самостоятельно. Для чего? Чтобы не попасть в зависимость от человека, так, как вы попали в 35 лет. Например, чтобы быть в отношениях независимой, адекватной, равноправной мужчине, и тогда у вас действительно будет успешность. Ну, и в обязательном порядке нужно подумать, а с чем же вы можете быть для мужчины привлекательным, что вы можете ему дать. И вот ответы на все эти вопросы помогут вам, как-то таки, себя перенастроить. Думаю, излишне говорить, что простые обычные слова вам здесь не очень-то помогут. Нужно последовательно разбирать означенные аспекты и приходить к определенным выводам так, чтобы вы сперва на уровне сознания, на уровне идей, на уровне понимания смысла осознали неверные свои установки и поведения и постепенно начали уже во внешнем мире поведенческие алгоритмы изменяться в соответствии с новыми целями, новыми задачами, новым пониманием себя и окружающих. Вот тогда появятся реальные результаты и реальные изменения в лучшую сторону. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.